Девушки отдыхают Врачи областной клинической больницы рассмотрели вопрос перераспределения бюджетных средств и отправили обращение к президенту относительно назначения нового руководителя области. Актуальные аспекты военно-полевой хирургии обсудили участники научно-практической конференции, которая состоялась в Запорожье. Поводырь в Запорожье состоялся допремьерный показ исторической драмы украинских кинематографистов, номинированный на «Оскар». Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов, по результатам которых 5-процентный барьер по-прежнему преодолевает 6 политических сил. Согласно последним результатам Центра избиркома, Народный фронт удерживает лидерство с результатом 22,16%. Блок Петра Порошенко набирает 21,83%, тройку лидеров замыкает «Сама помощь» 10,98%. На четвертой позиции оппозиционный блок 9,40%, радикальная партия 7,45%, а всеукраинское объединение «Батькивщина» 5,68%. История с определением победителя прошедших 26 октября выборов в 79 одномандатном округе продолжается. Напомню, согласно результатам обработки 100% голосов, победу в округе с перевесом в 138 голосов одержал Александр Григорчук. Проигравшая сторона во главе с занявшим второе место Владимиром Бандуровым пытается оспорить результат воли заявления. За судебными баталиями наблюдают наши корреспонденты. Накануне в Васильевском районном совете состоялось заседание по подведению итогов голосования по одномандатному округу номер 79. По результатам обработки 100% протоколов с отрывом 138 голосов, победу здесь одержал председатель профсоюзного комитета Запорожского железорудного комбината Александр Григорчук. Избранный председательствующим в комиссии Александр Асаубаев направился в Киев сдавать документы в Центр избирком. Сегодня ЦИК принял в обработку протоколы Кружной избирательной комиссии по результатам голосования в 79-м избирательном округе, установил надлежащее оформление поданных документов и полномочия подписавших их членов комиссии. Результаты честные, потому что все протоколы были подсчитаны, проверены и мы, как бы сказать, проверили все протоколы членов комиссии и проверили на компьютере, как бы сказать, сервисной и объявили это в одномандатном и богатомандатном округе. И огласили кандидата, который победил в нашем округе, Григорчук. Этому предшествовало затягивание процесса подсчета голосов, задержка, потеря, а затем длительный поиск некоторых протоколов. Кроме того, была попытка задержать обнародование официальных результатов выборов в Центр избиркома. Апофеозом стало решение Центральной избирательной комиссии о замене председателя окружной комиссии, хотя по закону такие решения принимаются только до дня выборов. Однако основные баталии вчера и сегодня разворачивались в зале суда. Представители, проигравшие на выборах стороны кандидата Владимира Бандурова, потребовали пересчета голосов на нескольких участках, где у победителя Александра Григорчука подавляющая поддержка земляков. И это при том, что представители ОБСЕ еще в день выборов подтвердили прозрачность и честность проведения голосования на этих участках. Впрочем, вчера истец не был готов предоставить конкретные факты и доказательства, подтверждающие его позицию в суде. Сегодня же масса времени была потрачена на определение полномочий лиц, представляющих в суде окружную избирательную комиссию. Рассмотрение дела по сути снова затянулось. Сегодня в Запорожье завершилась эпопея с назначением нового руководителя областной клинической больницы. На заседании сессии депутаты областного совета абсолютным большинством голосов без каких-либо споров и обсуждений утвердили кандидатуру главного врача медучреждения. Рассмотрели также вопрос перераспределения бюджетных средств и отправили обращение к президенту относительно назначения нового руководителя области. Подробности сессионного зала в репортаже Натальи Зайченко. Впервые за последние годы сессия Запорожского областного совета проходит без первых руководителей региона. Поскольку председатель облгосадминистрации Валерий Баранов уволился с должности, его обязанности временно исполняет первый заместитель Григорий Самардак. Не участвовал в сессии и председатель облсовета Виктор Межейко. Он, сообщает, заместитель находится в командировке в Киеве. Впрочем, заседание состоялось и без традиционного состава президиума. Интрига этой сессии – проект решения о назначении главного врача областной клинической больницы. Этот вопрос неоднократно поднимался в сессионном зале, сопровождался бурными спорами среди депутатов, но к компромиссу прийти не удавалось. Точку поставила 38-я сессия облсовета. Кандидатуру главврача областной клинической больницы утвердили даже без обсуждений. Им стал Игорь Шишко. Новый старый руководитель ранее уже возглавлял это медучреждение, а в последнее время был исполняющим обязанности главного врача. Кадровое решение депутаты утвердили абсолютным большинством голосов. Решение принято. Витаем Игоря Васильевича и желаем успехов в работе. Так, действительно, у нас были проблемы и, ну, возможно, был конфликт областной лекарни. Но сегодня в зале присутствовало 82 депутата. Один проголосовал, утримался, все наступные проголосовали одноголосно. То есть сегодня хочу сказать, что лично была в областной лекарне, там сегодня панует атмосфера тишины и спокойствия. Все люди на рабочих местах и работают. Кроме этого, на сессии вносили изменения в областной бюджет. Удалось изыскать средства на нужды военных и временных переселенцев, проживающих в Запорожской области. Месту Запорожжю на финансирование заходов, связанных с похованием участников антитуристической операции 52 тысячи. Для выплаты фактических видатков, что склалися станом на 1 жовтня, а также рассчитывая сумма видатков до конца года, на запрещение темчасового перебивания граждан, которые переехали из автономной республики Крым, города Севастополя и районов проведения АТО, в загальной сумме, это территория области, в загальной сумме 3 миллиона 803 тысячи гривен. Всего утвердили около 40 вопросов, внесенных в повестку дня сессии. Кроме этого, уже в процессе заседания запорожские депутаты написали письмо президенту. В обращении идет речь о назначении нового руководителя области. Я хотел бы, чтобы от сегодняшней сессии все депутаты поддержали обращение к президенту, связанное с назначением на должность губернатора, человека нашего запорожского, нашего кадрового актива, чтобы не были привезены опять какие-то люди. О том, есть ли основания предполагать, что руководителям области назначат кого-то со стороны, депутаты пока не говорят. Прислушается ли глава государства к их требованию, станет известно уже в ближайшее время. В Запорожье открылась общественная приемная для бойцов АТО и их семей. Благодаря горячей линии и бесплатной правовой помощи можно будет оперативно и качественно решать самые актуальные вопросы. Людмила Ветрова о проблемах бойцов и их семей знает не понаслышке. Её сын тоже боец АТО. Говорит, вопросов возникает немало, как юридического, так и психологического характера. Чтобы помочь людям, оказавшимся в аналогичной ситуации, Людмила стала волонтёром областной общественной приёмной. Я столкнулась с теми проблемами, что практически ребятами власти не занимаются. Ребятами занимаются волонтёры, ребятами занимаются их матери, волонтёры и друзья. На сегодняшний день моё мнение как матери, что наши мальчики, кроме нас, никому не нужны. Областная общественная приёмная открылась по инициативе Всеукраинской общественной организации «Женская сила Украины». Её активисты говорят, немало вопросов у бойцов АТО и их семей возникает с социальными выплатами. Как правильно оформить статус участника боевых действий, как сделать запрос и ускорить оформление выплат, предоставить юридическую консультацию, цель работы общественной приёмной. Останним часом точечно з різних регионів поступает звернення про те, что десь недоплачена заработная плата, винограда. Десь есть моменты, что какие-то лікарняные там не выплачены. Або есть моменты, где связаны ситуации, что лікувание бейцы должны обеспечить за свой рахунок. Ну и много других нюансов. Наконец-то у наших ребят, у наших солдат появилось место, куда они могут обратиться. Обратиться могут как и члены их семей, так и солдаты. То есть здесь и волонтёры подключаются, и подключаются в том числе и киевская организация «Женская сила Украины». То есть решаются вопросы будут как на местном уровне, точно так же, как и на всеукраинском. То есть документы, заявления, письма не будут теряться на уровне Киева. Телефон горячей линии общественной приёмной в Запорожье и области 093 308 88 43. Начало отопительного сезона в Запорожье по традиции ознаменовалось шквалом негодования горожан в адрес коммунальных служб. В одних домах до сих пор не дождались тепла, а в других самостоятельно ликвидируют последствия аварий на теплосетях. Отопительный сезон в Запорожье начался неделю назад, но и сегодня не до всех городских квартир дошло долгожданное тепло. Ежедневно в нашу редакцию поступает множество звонков с жалобами на холодные батареи. Одно из обращений мы получили от жильцов дома номер 3 по улице Каменогорской. Спустя неделю со старта отопительного сезона батареи у них так и остаются холодными. Тут невозможно находиться. Я сижу, у меня махровый халат, я же говорю, на голове пуховая косынка, пуховая безрукавка, брюки, обогреватель в ногах. Вот это я. Иду тут на этом диванчике сплю, потому что там невозможно. Галина Александровна и её соседи, а все они пенсионеры и инвалиды, устали обрывать телефоны городских коммунальных служб. Говорят, когда дома обслуживали ЖЭКи, было намного проще. Все знали своих мастеров и обращались к ним за помощью. А сейчас подмоге приходится ждать сутками, и чаще всего она не поступает в нужном объёме. Эти слесаря 10 минут сольют, и всё, их больше нет. Они уже трижды приходили, но ничего так и не сделано. С начала недели не могут дождаться помощи и в доме номер 11 по улице Врацлавской в Заводском районе Запорожья. Начало отопительного сезона принесло местным жителям неприятный сюрприз – прорвало трубы отопления в подвале. В понедельник мы обнаружили течь в подвале. Бежала горячая вода. Мы тут же сообщили на 1580, где нам дали номер заявочки, сказали, что будет производиться ремонт. Мы позвонили в исполком, в исполкоме дали нам тоже очень много телефонов, куда мы звонили, обращались за помощью. И вот сегодня уже четверг, никто не приехал, никто не откачал воду. В 11 часов я выхожу из дома, вода как бежала, так и бежит. Там полметра воды, ну минимум полметра воды в подвале. И до сих пор вода бежит. Местные жители говорят, обращались во всевозможные инстанции, однако помощи так и не дождались. Между тем в доме сыра, а батареи еле тёплые. Мне сегодня сказали в 1580, что они знают, что у нас течь на элеваторе. То есть в подвале идёт горячая вода. Ну это естественно, если на дом воды нет горячей, вода перекрыта, значит это идёт с отопительной системой. Горячая вода. Ничего, абсолютно все всё знают. Мастер слесарей знает, старший мастер по дому знает. Всё, ожидайте. С понедельника, вот четвёртые сутки льётся вода. Кроме того, люди боятся, что из-за воды в подвале может просесть или вовсе рухнуть их дом. Говорят, проблема с порывами теплосетей в подвале возникает практически каждый год. За последние 10 лет дом осел уже на метр. Актуальные аспекты военно-полевой хирургии обсудили участники научно-практической конференции, которая состоялась в Запорожье. Такие конференции, организованные по инициативе Украинской военно-полевой академии, проходят во всех регионах страны. Подробности в репортаже Галины Знаменской. Открывая научно-практическую конференцию для медиков различного профиля, начальник кафедры военной хирургии Украинской военно-медицинской академии полковник Ярослав Заруцкий представил анализ изменения подходов к лечению огнестрельных ранений. По словам врачей, сейчас сочетанные травмы грудной клетки, головы, позвоночника гораздо чаще встречаются у жителей, попавших под обстрел тяжёлой артиллерии, чем у бойцов регулярной армии, имеющих средства защиты – каски и бронежилеты. Война – это травматическая эпидемия. Сейчас в результате антитеррористической операции определился ряд проблем, ряд ошибок, которые допускаются, которые мы стараемся в режиме онлайн исправлять, в том числе с помощью таких конференций, как эта. На протяжении многих лет из программы обучения студентов-медиков был исключён курс военно-полевой хирургии, что, безусловно, сказалось на подготовке врачей к работе в экстремальных условиях, как говорят медики. В военной медицине там существует этапность, там существует дисциплина и порядок, и есть чёткие алгоритмы оказания помощи. Вот в этом, в первую очередь, сила военной медицины. Поэтому сейчас, как никогда, надо встрепенуться и вплотную заняться этим вопросом. По словам ректора Запорожской медицинской академии после дипломного образования профессора Александра Никоненко, медицинские вузы оперативно возобновили преподавание военно-полевой хирургии. В Академии постдипломного образования мы создали даже кафедру специальную, и все слушатели, которые будут проходить обучение у нас, они будут получать элементы военной медицины в зависимости от специальностей. Хирургия, терапия, инфекционные болезни, потому что там тоже очень много проблем. Значит, нам тоже ввели часы. В основном это идёт на кафедру МЧС госпитальную, но и кафедра травматологии и ортопедии. Мы раздвигаем, так сказать, свою программу, для того, чтобы обязательно дать студентам элементарные знания, хотя бы по оказанию первой помощи раненым с боевым повреждением. Особое внимание выступающей на конференции специалисты уделили проблемам хирургической тактики при травмах сосудов и профилактике гнойно-септических осложнений в условиях боевых действий, ведущих к серьёзным осложнениям. Происходит инфицирование, первичное инфицирование прямо на поле боя. Поэтому процесс заканчивается нагноением и остеомилитом. Нагноение мягких тканей обычно приобретает обширные формы и требует лечения в специализированных стационарах. Участники конференции обсудили методы медицинской помощи при различных повреждениях, наиболее часто встречающихся в военно-полевых условиях. Все они войдут в курс военно-полевой хирургии, изучаемой в медицинских вузах. 25 тысяч гривен. При получении взятки сотрудниками СБУ была задержана начальница одного из управлений районной налоговой инспекции главного управления Миндоходов Запорожской области. По данным спецподразделения СБУ, она использовала своё служебное положение и требовала от предпринимателя деньги за то, чтобы не начислять штрафные санкции. При этом штраф был выписан за несуществующее нарушение. Прокуратурой области было начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины принятия, предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом. Правонарушительница задержана. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления. Ведется следствие. Дворец культуры Днепр Спецсталь приглашает запорожцев посетить выставку-ярмарку осенне-зимних товаров. На выставке представлен широкий ассортимент модной обуви, верхней одежды, стильных головных уборов, юбки и блузки, рубашки, деловые костюмы, сумки, бижутерия, трикотаж для взрослых и детей, а также постельное белье, косметика и товары для дома. Ярмарка во дворце культуры Днепр Спецсталь работает до 2 ноября с 10 до 19 часов, а в воскресенье до 15. Работникам и посетителям запорожских рынков рассказывали о том, как избежать чрезвычайных ситуаций во время отопительного сезона. Разъяснительную работу проводили сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области. Говорят, выбрали для ликбеза именно рынки, потому что здесь можно одновременно охватить широкую аудиторию. Спасатели напомнили Запорожцам о правилах безопасности при использовании обогревательных электроприборов газового печного отопления призвали не пользоваться самодельными отопительными приборами и внимательно следить за детьми. По статистике, во время отопительного сезона количество пожаров возрастает. Также проведено с администрацией рынка беседы и проведено дополнительное занятие, лекцию, для того, чтобы администрация рынка также напомнила правила эксплуатации своим людям, которые приезжают на территорию рынка, для того, чтобы уменьшить выникновение пожаров в городе Запорожья, в правилах сектор и в сельские местности. 15 команд, 27 вопросов и 2 победителя в Запорожье в рамках проекта «Сделаем наш город лучше» вместе инициированной молодежной организацией металлургического комбината «Запорожь-сталь» состоялась интеллектуальная игра «Лучший город на земле». За звание самых умных школьников областного центра боролись учащиеся 15 школ. Три этапа игры в каждом по 9 вопросов на размышления дается одна минута. Старшеклассники говорят, такие интеллектуальные игры помогают развивать не только эрудицию, но и создавать настоящие команды. «Мы считаем, что если стараться, то всего можно достичь». «Что самое главное в таких конкурсах? Это знание или все-таки это команда?» «Знание и сплоченность». Это вторая и заключительная часть игры «Лучший город на земле». Здесь школьники, которые победили в подобном соревновании в рамках своего учебного учреждения. Теперь соревнуются с учениками из других школ. Говорят, для них это серьезное испытание. «Я лично принимаю в первый раз в таком конкурсе участие. Мы сюда приехали поучаствовать и победить, если что. Если победим, то это хорошо, а если не победим, то тоже хорошо». Практически все вопросы логические. Иногда найти правильный ответ очень сложно, признаются участники. В этом случае включают свое чувство юмора. Впрочем, кроме этого, стараются максимально использовать приобретенные знания из разных сфер жизни. «Готовились очень серьезно. После уроков оставались в библиотеке. Занимались дополнительно. Для нас это очень серьезный конкурс. Я думаю, что побеждает не один человек, а команда». «Самое сложное – расслабиться. Вовремя расслабиться, потому что, когда напряжение нарастает, это уже когда будет третий тур, самые сложные, самые серьезные вопросы. Когда команды начинают друг другу подсказывать, и тут главное не растеряться. Доверять самому себе, доверять своим знаниям, настоять на своем знании, потому что 6 человек в команде должен быть кто-то лидером, но все же. И правильно, правильно расписаться на листике». Члены жюри утверждают, в целом, игра запорожских знатоков прошла в хорошей и искренней атмосфере. Инициаторы проекта считают, ребята доказали сами себе, что запорожские школьники – одни из самых интеллектуальных учеников во всей Украине. Победителями стали лучшие умы школы номер 20 и коллегиума «Эллинд». Каждый участник команды в подарок получил фирменные часы от комбината «Запорожсталь». Закрыть глаза и смотреть сердцем. В Запорожье состоялся допремьерный показ фильма украинского производства, который будет представлять нашу страну на 87-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Лента «Поводырь» – одна из немногих украинских картин, которые практически полностью сняты за счет государственного бюджета. Впечатлениями от увиденного делится Ирина Погоренная. Украина, 30-е годы прошлого века, голодомор. Американский инженер вместе с сыном приезжает в УССР для строительства тракторного завода в Харькове. Здесь же влюбляется в актрису местного театра. При трагических обстоятельствах американец погибает. Его сына Питера спасает слепой Кобзарь Иван Кочерга. Режиссер фильма Олей Санин говорит, эта картина не только историческая хроника. В первую очередь, это лента о взаимоотношениях ребенка и взрослого человека, о любви и измене, о предательстве и лжи. Специфика этой картины заключалась в том, что у нас была международная группа. У нас, кроме того, что главный герой, хлопчик, сам он американец, и приехал из Соединенных Штатов, и основная мова, случайно, была английская. Джефф Баррелл, американский актор, который сейчас работает в Европе, так само играл его тата, и с этим была целая специфика. У нас снималось много незрячих акторов, близко 200, а в одной стороне близко 100, которые мы шукали по всей Украине. Еще одна особенность фильма – его могут посмотреть люди с проблемами зрения. Специально для них в кинотеатрах используется тифлокомментарий – технология, которая комментирует визуальные эффекты фильма. Бюджет фильма – 16 миллионов гривен. Средства были выделены из государственной казны. Впрочем, по словам съемочной группы, без помощи меценатов и волонтеров не обошлось. Актеры говорят, сценарий сразу их увлек. Это надо было просто пережить. Когда надеваешь костюм этот, когда играешь в каждую сцену, ее надо было просто пропускать через себя. Пропускалось все, потому что, как вы пометили, там только два женственных образа, и они абсолютно разные. И для меня важно было передать максимально не просто сельскую женщину, понимаете, а другую украинскую душу. В съемках участвовали и запорожские актеры. Переживания были такие, ну, жалко было людей. Да, хоть они и актеры, но там были и не актеры, там были и слепые, настоящие люди. Все страдания, их мучения, все это было, тяжело было. Практически одновременно с премьерой в Украине, которая состоится в ноябре, «Поводырь» выйдет в прокат во многих странах Европы, Америки и даже Африки. Планируется участие ленты в нескольких международных кинофестивалях. Фильм номинирован на «Оскар». Впрочем, по словам Олеся Санина, главная цель этого кинопроекта – достучаться до украинского зрителя и показать, что наше кино не хуже западного. «От цей слоган, который написано на всех плакатах нашего фильма, на бордах – «Заплющь очи, дивися сердцем». Мы с этим идем до людей, мы разговариваем, звичайно, про людей. И главный герой у нас – людина незрячая, музыкант. Но мы так же закликаем людей трошечки зупинитися, заплющити очи, дослухатися до себя, попробовать забыть про всю эту пропаганду и контрпропаганду, которая сейчас несется на их голове, попробовать почувствовать себя и спробовать дивиться на свет сердцем». Запорожские зрители не остались в стороне от переживаний главного героя фильма. «Интересный фильм, мне очень понравился, раскрывается суть человека, психологический фильм, очень сильный». «Удивительный фильм с украинским колоритом, замечательные актеры, очень понравились женские роли Орыся, которая великолепно сыграла свою роль. Я думаю, во время премьеры наши горожане будут удивлены». Историческая драма «Поводырь» в национальный прокат выйдет 12 ноября. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. Главред.tv5.zp.ua. Всего доброго. Продолжение следует...